МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Круглого стола собравшиеся посетили выставку проектных компаний Роснано. Научное сообщество представило свою продукцию в ядерной медицине, электронике и ветроэнергетике. Развитие последней, кстати, в своем докладе упомянул председатель правления Роснано Анатолий Чубайс. Благодаря строительству первого в стране ветропарка в Ульяновске отрасль начала свое бурное развитие по стране в целом. Мы не пошли по пути просто импорта. Мы, опираясь на сложнейшие механизмы поддержки возобнования энергетики, опираясь на Миндромовский СПИК, важнейшая история, специнвесконтракт. Выстраиваем конструкцию, при которой мы одновременно с развитием генерации энергетики мы строим заводы по производству оборудования для этой самой генерации. В Ульяновске у Сергея Ивановича полным ходом разворачивается строительство завода по производству лопастей. С Роснано Ульяновск связывает тесное сотрудничество, которое началось в 2013 году со строительства первой очереди наноцентра. Смотрите, прошло всего буквально 4 года, а там уже располагается 10 технологических компаний, 2 базовые кафе, которые реализованы более сотни стартапов. И сегодня приоритетное направление, как очень близки к тому, о чем говорил Анатолий Борисович, альтернативная энергетика, ядерная медицина и инновационная фармацевтика. Эксперты сошлись в главном. Для дальнейшего развития нанотехнологий необходимо не только строить технологические долины, но и готовить высококвалифицированные кадры. И начинать готовить будущих инженеров уже со школьной скамьи. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.